Всем привет! С вами Юра про Geek Media, и сегодня будет выпуск новостей на 17 декабря. Как вы знаете, каждый понедельник я делаю новостной блог про новинки нашего и зарубежного рынка настольных игр. Итак, смотрим. И в этот раз мы начнем с новостей зарубежного рынка. В частности, на Kickstarter вышла игра, которая называется Tales of Evil, и это игра про ужастики в стиле 80-х годов. Интересно она тем, что эта игра дает новую систему, которая называется Fusion System, и вы погружаетесь в игровой процесс не только на столе. То есть вы не только будете выкладывать себе тайлы, по которым будете двигаться и исследовать загадки различных особняков, оброшенных и древних, а вы должны будете делать вещи в физическом мире. В частности, например, если ваш персонаж начинает тонуть в болоте ногами, вам придется снять ботинки. Или в некоторый момент вам надо будет включать фонарик и выключать свет в комнате. Вот такая вот игра, она собрала уже 86 тысяч долларов в момент снятия этого ролика, но мне кажется, она будет достаточно интересной. При этом в ней графика прикольная. На прошлой неделе я вам рассказывал о том, как компания Cool Mini All Note запустила цифровую версию одной из моих любимых игр Blood Rage. И вы сами прекрасно понимаете о том, что сейчас цифровые версии это очень популярная штука, и многие компании делают цифровые версии своих игр на планшеты, на компьютер, запускают их через Steam, через iTunes и так далее. И в этот раз пришла новость от компании Atlas Games, которая делает другую мою любимую игру и тоже цифровую версию. В этот раз это будет игра Gloom. Помните, это была такая игра с прозрачными карточками, обзор на нее в принципе вы можете почитать у нас в блоге. Вслед за компанией Square Enix, которая сказала о том, что сделает игру по расхединиться гробниц, настольную именно, компания Kunami сказала, что сделает игру Metal Gear Solid, в которой можно будет поиграть за, сами понимаете, за Solid Snake'а. Также на этой неделе на Kickstarter вышла игра, которая называется Malkiers. И ее позиционируют как инновационную карточную игру, в ней вы будете брать настоящие карточки. У каждой из них будет уникальный игровой код. И эта игра будет играться либо на Nintendo Switch, либо на компьютер с использованием этих карточек. Вы будете сканировать этот код, получать эту карточку в цифровом эквиваленте, прикладывать ее, когда вам нужно сыграть именно этой карточкой. И сам прикол в том, что все карточки будут прокачиваться, и если вы меняете эту карточку другому игроку на другую карточку, вы меняете ее вместе с прокачанным своим вариантом и отдаете все прокачки, которые на ней были. Предполагается куча героев, предполагается куча эквипа для них. Говорят о том, что игра будет очень классная, графика там неплохая, арты на картах интересные, но посмотрите лучше сами на Kickstarter, стоит ли это поддерживать или нет. Помните же такую классную евроигру Raiders of the North Sea? Это была первая из трех игр серии, которую выпускала компания Griffill Games. Они выпускают так называемую трилогию. И они сделали новую трилогию, запустили ее. И первая игра, которая в ней будет, называется Architects of the West Kingdom. И вы знаете, что лавка игр уже объявила о ее локализации. Так вот, эта игра уже в следующем году получит продолжение, и называться она будет Paladins of the West Kingdom. И такая прям совсем коротенькая новость. Вы все знаете компанию Druid City Games. Это компания, которая известна своими очень красивыми играми на достаточно простых механиках. Она делает вторую игру в сказочном стиле, и называться она будет Wonderland War. В интернете про нее найти практически ничего невозможно, кроме того, что на обложке этой игры нарисован чеширский код. А новости российского рынка мы начнем с компании Hobby World. Итак, во-первых, на прошлой неделе в продаже появилась игра Сумерки Империи. Это огромная коробка, и как меня Илья Мурсеев, Илюха, привет тебе, правильно поправил, играется она 6-7 часов по-хорошему. Также на своем стриме Михаил Акулов рассказал о том, что прямо после Нового года нас на прилавках ждет Огурец Рик и Battle for Rokugan российской локализации игры. На этой неделе компания Hobby World также обещала запустить в продажу новый сет Star Wars Destiny, и я очень жду эти новые кубики на русском языке. И самая главная новость от Hobby World, это то, что наконец-то они запустили компанию по предзаказу особняков безумия вторую редакцию. Как вы прекрасно знаете, это игра от Fantasy Flight Games, которая в английском варианте называется Mansions of Madness. Многие о ней грезили, многие ее очень хотели. Это игра по произведениям Говарда Филиппса Лавкрафта, в которой вам предстоит посетить особняк, в котором приходит что-то странное, и выяснить, что конкретно там происходит. Поскольку, в отличие от первой редакции, во второй редакции вам не потребуется мастер, а все будет сделано приложением, которое Hobby World также обещали перевести на русский язык, вы сможете играть в нее как в сольном режиме, так и с компанией, пользуясь приложением, в нем есть и атмосферная музыка, и отличные тексты. Не знаю, как там будет с озвучкой, но мы уже играли партию английскую, игра стоит того. Сюжет наставляющего не просто великолепное. На прошлой неделе компания Crowd Games открыла предзаказ на локализацию игры You Wood, которая в русском языке будет называться Подлодка. Но если вы хотели получить настольную игру, в этой коробке вы вряд ли это получите, потому что эта коробка не настольная игра, а один из редких и немногих настольных симуляторов. Вам предстоит взять под командование немецкую подводную лодку времен Второй мировой войны и отправиться на различные задания по уничтожению противников, по исследованию морских просторов и так далее. В коробке вас ждет огромная подводная лодка, картонная, с пластиковыми элементами и пластиковыми фигурками. Каждый игрок возьмет под контроль свою часть экипажа, и вам, как я уже сказал, предстоит выполнить ряд определенных заданий, в основном в реальном времени. В этой игре вам будет помогать приложение, которое будет вам показывать, насколько вы продвинулись по тому маршруту, по которому вы двигались, насколько вы попали в ту цель, в которую метились и так далее. Компания Лавка Игр на прошлой неделе запустила предзаказ на локализацию игры Кланг, которая в русском языке, вы удивитесь, но тоже называется Кланг. Это семейная игра на механике дэкбилдингов, в которой каждому из вас предстоит спуститься в подземелье дракона и вытащить как можно больше богатств, пока дракон не вернулся. Гага Геймс на этой неделе запускает предзаказ на игру Королевства кроликов. Это игра от Ричарда Гафилда, а как вы все прекрасно понимаете и знаете, это создатель игры Magic the Gathering и игр Король Токио и Король Нью-Йорка. В этой игре вам предстоит на карточном движке получать координаты кроликов, которых вы можете разместить в Королевстве и собирать из них, скажем так, такие цепочечки, линейки, для того, чтобы получить максимальное количество победных очков. Обзор на эту группу уже можете посмотреть у нас в группе. Компания Evricus объявила, ну или может быть пока еще не объявила, но на этой неделе объявит, о локализации игры Гуны. Это такая интересная евростратегия, вполне семейная, в которой вам предстоит отправлять своих гунов в рейды и грабить караваны. А в интервью, которое, возможно, вы вчера пропустили и которое было выложено на нашем канале, которое я брал у Олега Раптовского из компании Fabrica Games, он обмолвился о том, что они обязательно сделают дополнение к игре еще один день. Это дополнение добавит подводную локацию в уже имеющемся, и в него можно будет нанимать роботов для того, чтобы отправлять их также за ресурсами в свой ход. Кроме этого, Олег также сказал о том, что Бласту, в смысле игре Crossmaster Ballast, быть на русском языке, и они будут ее делать. И это, в принципе, все новости на 17 декабря. С вами был Юра про Geek Media. Подписывайтесь на наш канал. Вот сейчас здесь появится кнопочка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok